я призывал всех дарить мне подарки в качестве подарка фотографии где мои плоды а я почему иногда прошел год или два вот уже дерево уже выходят а может вместо вот это первый раз был 100 лет пожалуйста не горюйся марина вас всех прошу пожалуйста пишите фотографии сколько это самым еще ходить в этих визгоях вот потом я еще немножко против науки настроен каком плане уважаю чтобы те кто занимается селекция во всех учебниках этой учебнике каждый видимо это было приказом потому что каждое гсу это среднее звено ученых кандидаты наук там директора вот этих самых гсу знаком с минимум стремя давали мне читать но не подарил не один эти самые учебники вот такие вот и там и тот же набор обрезка на кольцо эти самые все 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 тоже то же и скорее чем потом вывлечить меня всегда удивляло что с одной стороны огромное уважение выводит что-то новое или по крайней мере практикует культивирует вот слово подобрал культивирует необычное новое так и при этом калечит так чтобы они не продвигались и то что сервис там где они же ведь это все были я троих упомянула это урал и два же сибирь вот искалечим и вот мои жалкие попытки то есть это я воспринял очень серьезно вот это вот это можно даже сказать страшный упрек в этот чуть ли не в это самое тут завязали это сильно уж как независимо сильно уже даже какой-то пломб типа это самое пальцы гнете а вы все доставай это все что у вас нет это все шло от когда-то от ученых а вот пришли на готовы вот и вот я смотрю как ну две-три попытки разжиться у ученых вот одна из них когда я прочитал лондонский гигант и написал это было в этом как называется каталоге каталоги известного новичного центра вот не хочу сейчас говорить какого ну скажу а так сказать нейтрально воронежской области или присылают то что я заказал ну что-то не пошло что-то умерло не родившись лондонский гигант я жду его как гигант у нас уже в то время баи были так я сам культивировал королевский вот кто-то культивировал бай так вот филиппе уже тогда были априкосы по 80 грамм 80 грамм после при больших урожая в этом у под на работе уже это самое крупноплодные априкосы но это все примитие все любители а почему на лондонский гигант получился мягко говоря доврядно потому что мне пришли черенок си ян дальше говорит си янца вот он и гигант на второй год у меня погиб а я мне не до него было я не знал тогда что если вы сберечь любой ценой вот чтобы еще 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 одно поколение он гигантские свои качества гигант проверено же видели мои эти самая супер сорта это си янец приходит ко мне но были называть вас лондона то есть первый сток лондон приходит ко мне от ученого замечательный сорт называется b164 канада вот он у меня давно погиб я ему не дал даже это шансов плоды оказались видите у меня все это не просто совершенно то есть он для меня никакой интерес не представлял я подумал а почему он я же просил выслать все лучше а в списке было 200 сортов только абрикосов 200 сортов а я шарик с глазами как угадать как угадать или все хорошо откуда это то что они в это сердце вращают и как все которые отрезают ветку сердца вот причем желание мне все лучше причем желание если бы спривитого они были бы два раза крупнее согласны если когда не хороша сеется равны привитым по качеству плодов я говорю 100 граммовые плоды возьмем там супер какой-нибудь это академик сейчас у меня по 10 штук 15 видели фирм отдельных 20 этих сердца абрикосов сердца академика на месте пусть густо получится с полтора метра оставляет три буду два-три года уже придется отложить это собственная похороны и дождаться ну хотя бы 50 грамм будет за три года она зима из трех было снега-то так и не было на строк зим было так раз и ни одной подмёрзшей очки ни на одном из сердца они у меня уже на мазурцах пожили два поколения и теперь ничего не боюсь это следующий этап например выписали у меня академики эти же выписали у меня мазурцы а меня а я допустим когда на заказы все-таки не дожил или болею или не смог вот или в армию забрали значит впереди чего вот говорю пол шутя полусерьезно и потом берете переносите даже после первого года вы уже можете веточку взять и перенести и вас уже будут свои академики а затем это поколение вы вернете им вот это вот самое ладно вы поняли научный сад от него дождаться чудес не получилось видите вот монетоба опять вот это на последний случай связи моей с цель наукой нет бойкова уважаю огромный один из основателей садонорского феномена я ее так называю вот бойкова галина николаевна и вот она я ездил загулевская чудо это бьет так вот и все это самый прекрасный сорт вот такой какой он классический видите вот эти вот внимание прививаются все характеристики носатость пятнистость это уже и совсем не дома я не нашел фотографии 5 штук лежит крупных огромных красавцев которые дали первого раза это второе дерево второе поколение и третье поколение эти территории те все вот я даже могу приблизить картинку и вы видите что не качество это привет товарищ песоцкий вот я старый большевик это у меня все товарищи я имею ввиду Александр Николаевича вот видите вот то самое произошло чего мы с вами боимся расплылись характеристики повлияние по двое стало больше вот что мы имеем в общем с наукой наукой укропились два раза вот еще и качество особый поздний вот еще еще зато нас тысячи нас миллионы науку пока не откроет двери своя за собой вы знаете я просто разговаривался я свечом была полемика Александр Иванович для меня из всех ученых он самый если выдающийся самый умный самый толковый вот грамотный невероятно начале переписка вы знаете он не пожалел как это случилось я ему кое-какие свои соображения у меня уже кое-какие мысли зашевелились как разе помню вот у меня так же вот еще в те годы это был примерно 2004 год ну считайте почти 20 лет назад да вот я набрался наглости меня печатают и в это время я взял и написал письмо кое-какие мысли вот и кое-какие мысли насчет того влияния подводят он со мной не то что не согласился он сказал зимостройка есть только один из четырех качеств которые нужно дерево это не просыпалась зимой чтобы это то 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 вот и он мне взял этот на нескольких страницах письмо написал я горжусь этим я был никто понимаете и меня Александр Иванович Сычок где-то в Белгороде по-моему в какой-то частой фирме работает тоже ушел из науки но не считая за это самое замучила вот и я взял тогда напишу ему Александр Иванович а позвольте я ваше письмо и свое напечатаю я дружу с главным редактором это 70 тысяч для Сибири это рекордная эта самая газета по количеству за ней гонялись плюс она в этих самых его писали все библиотеки вот можно я нашу переписку напечатаю он говорит можно не меняя ни слова оба наши письма каждая виде статьи была напечатана одна под другой вот и последнее он как бы реагировал на мои я писал у нас есть уникальная садовода но я про себя не имел это вы же понимаете кто я а уже к то время у нас был бородич у нас был бельтяевский усошников у нас был этот самый бодр у нас были жестовски это уникальные люди качество их плодов всех этих людей выше на порядок чем у любой научной а у нас только гсу 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 так ну а пока не институт аграрных проблем да вот я говорю надо объединяться надо чтобы лучшие сады и частных стали филиалами научных учреждений мы двинем вперед горы я уже тогда набрался наглости уже оплом был потому что что творилось то вы увидели мы еще урожая на острове вот я тогда не бегал с фотоаппарата у меня не было такого фотоаппарата вообще никакого не было что творилось какие груши мне на яблонях были это сказка это невероятно 200 метров 150 до ворота я еще не заходя видел как они как эти как лампочки розовой груши поменяли расцветку это было невероятно вот что было и знаете что ли все александр иванович написал он согласился что пусть будет статья вот его потому что надо добротнейшее письмо фактически статья и вот его когда написал что хорошо бы чтобы это все было филиалами опыт инстанции и там института он написал и это сейчас есть это можно найти вот эти ваши предложения анахронизм советского времени и тогда я понял а это же сычок и тогда я понял ловить нечего не мы замкнулись себе что вот мы круче всех нам не подходили нам не подходи а то за режим пиф-паф и мы разбойники нет это наука как орден окружила себя невидимость и ночи из которую не пробиться до сих пор а у меня за все года было 200-300 я даже как список еще имел на пожар особенно вот невероятных клонов так прошли годы и нет никто не считая ваулина который это значит вырастил из моих косточек манджурцев шедевры да по урожайности по морзостойкости минус 8 градусов выдерживает заморозки во время святения все это получилось у него ну подумать про меня забыл ради делом это сам случайно бывает память подвела но дело в том что это единственный случай а больше никто ничего никогда и я еще думал наверное у каждого у каждого как их называют это питомника а некоторые носят звание научно-производственного да в составе агрономы кандидата наук самым известным когда я к ним ездил 8 или приглашал генеральный директор было восемь кандидатов наук качество кстати мягко говоря критики не выдерживают но тем не менее звание не имели и он единственный кто мне выписал 2000 черенков а больше нет все вот и вот эти 200 учреждений которые воруют фотографии том числе мои вот не имеют ни садоводов ничего а если выпускают как этот самый худепова или это подстава что по стране сотни тысяч саженцев от их имени продаются в коробках зимой теплых помещениях обреченных на смерть до высадки стоя знаю знаю что говорю и на холоде не упакованы не за не в песок зарытая не в снег 20-25 градусов магазина вот вот это есть и зачем им мои черенки мои косточки то есть я понял и уже потому что ко мне не обратился ни один первые последние два всего было я вам говорил вот это значит что все отловить нечего а закон принять чтобы все прекратить я думаю господи ребята сегодня вы услышали закрывает полеты над это 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 значит уже эти самые при связи перутся слава богу может быть к нам не повезут саженцы из италии из это самое из голландии не повезут да это бог наконец-то может поднимут крылья питомники задушенные вот этими ценами показать и показать найду не найду я уже это я тут фильм снимал и после фильма я взял и эти самые фотографии там вырезать сколько 220 рублей санс и эти же остатки хочу далеко ходить смотрите что такое справа внимание враньё 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 в верхней части все вроде все фотографии доедены из интернета сказки 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 если они прекратятся запада так наши тоже могут свой день фотографии эти же будут вот но тем не менее я очень рассчитываю на то что не бывает куда без добра то все рухнуло вот но может хоть дрянь присылать не будут я не знаю вот если что главное мы в дориске жили только на новый год апельсины продавали но вот честь дня рождения завозили то а больше мы видели только соки вот еще высокие свишневое нет сливовое и яблочное только в банке очень неудобно вот это было зато хорошее вот это было и все а и сейчас исчезнут эта отрава спиралка они там у себя фермерам неустойку выплатят все это у них же сгниет яблоки груши абрикосы вот все это сгниет у них там вот а у нас полки опусте немножко краснодарских яблок вот такое будущее и беремся за за руки друзья как говорил этот знаменитый поэт возьмемся за руки друзья чтоб не пропасть по одиночке помните ну и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok